Здравствуйте! В эфире программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волонец. Национальный статистический комитет продолжает публиковать данные по итогам первого полугодия. Что можно узнать из этих отчетов? Например, о том, что национальный воловой продукт за полугодие сократился в среднем на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года. Это означает, что объемы производства товаров и услуг в нашей стране сейчас ориентировочно находятся на уровне 2018 года. За первые 6 месяцев ни один из регионов не выполнил план по приросту волового регионального продукта. Вместе с тем в отдельных областях зафиксирована положительная динамика. Прежде всего, это сельское хозяйство. По данным Белстата, производство сельскохозяйственной продукции за первое полугодие 2020 года превысило прошлогодний уровень. Самые высокие показатели были в Гомельской и Гродненской областях. Особенно высокие результаты гомельской аграрии демонстрировали в июне текущего года. В этом месяце объемы по производству сельхозпродукции выросли на 17% к аналогичному периоду прошлого года. Однако июльские успехи не вывели гомельских аграриев в лидеры. Прирост производства продукции сельского хозяйства в регионе составил чуть больше 1% против 5% в целом по республике. Рост объемов производства автоматически влияет на увеличение числа работников в этих отраслях. Если за полугодие число занятых в экономике страны сократилось более чем на 5000 человек, то в сельском хозяйстве количество работников выросло на 17%, а в стройиндустрии для сравнения всего на 4%. Достаточно высокими темпами в июне текущего года росло производство промышленной продукции. При этом на прошлогодние показатели выйти не удалось. Итог – минус 2,5% прироста выпускаемой продукции. Если говорить о лидерах промышленного производства, то это фармацевтическая промышленность плюс 15%, и это объяснимо обострение эпидемиологической ситуации. Требовало наращивать производство антисептиков и других медицинских товаров. В наибольшем минусе оказалась нефтепереработка. Здесь объемы производства упали почти на четверть. Такое падение также объяснимо – перебой с поставками в республику сырой нефти. Как следствие, негативные процессы в этой отрасли повлекли за собой структурные изменения в экспортно-импортных торговых операциях. В среднем они сократились на 20%. Экспорт – 19,6%, импорт – 21,8%. По Гомельской области объемы импорта упали более чем в два раза по отношению к уровню прошлого года. Несмотря на это, по итогам полугодия в нашем регионе образовалась положительная сальдо внешнеэкономической деятельности, которая составила почти 500 миллионов рублей. И еще одна цифра. В промышленности республики за январь-апрель 2020 года получен чистый убыток – 191 миллион рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года была чистая прибыль – 2,680 миллионов рублей. Еще 5 миллиардов 740 миллионов – это складские запасы готовой продукции, которые на данный момент невозможно распродать. А это более 80% месячного объема производства. Вместе с тем, эксперты отмечают, что несмотря на то, что экономический кризис задел все отрасли без исключения, белорусская экономика начинает понемногу оправляться от потерь и адаптироваться к новым условиям работы. Одним из фактов, говорящим в пользу этого утверждения, является рост заработной платы. В течение первого полугодия 2020 года в среднем зарплата росла более чем на 1% в месяц. Ее рост по всем регионам составил примерно 8-9%. Конкретно в Гомельской области рост региональных доходов населения составил 6,2%. По данным статистики, для 64% белорусов основным источником дохода является заработная плата. Сравнение данных о размере начисленной зарплаты за ноябрь 2019 года и май 2020 позволяет говорить о том, что белорусы стали зарабатывать немного больше, но общая картина от этого практически не изменилась. Если в ноябре 2019 года зарплата в 800 рублей была более чем у 50% работников в регионах, то в мае 2020 года удельный вес тех, кто все еще получает меньше указанной суммы, снизился на 2-2,5%. Что это значит? Такие цифры говорят о том, что почти каждый второй белорус, проживающий за пределами Минска и Минской области, по-прежнему получает меньше 800 рублей в месяц, а каждый шестой меньше 500 рублей. Нельзя не отметить, что в общей картине бросается в глаза большая доля высоких зарплат, свыше 3000 рублей. Причем в Гомельской области эта цифра составляет 1,28% и 1,8%. Это самый высокий показатель среди регионов Беларуси. Ну, больше только в Минске и Минской области. А как тратят деньги жители нашего региона? Управление статистики по Гомельской области провело выборочное обследование уровня жизни домашних хозяйств в регионе. Приводим некоторые цифры, полученные по его итогам, которые позволят увидеть общую картину финансового благополучия наших хозяйств, то есть располагаемые ресурсы и денежные расходы. Итак, в апреле-июне этого года располагаемые денежные ресурсы в расчете на одно домашнее хозяйство составили 1414,5 тысяч рублей в месяц. При этом в городах и поселках городского типа эта цифра выше – 1506 рублей в месяц, а в сельских населенных пунктах значительно ниже – всего 1174 рубля. При этом следует понимать, что в состав располагаемых ресурсов официальная статистика включает не только денежные поступления членов одного домохозяйства, но и учитывает доходы, полученные в натуральной форме, такие как продукты питания, произведенные в личном подсобном хозяйстве, ну а также получаемые льготы. Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1356 рублей в месяц, из которых 995 рублей – это более 73% – приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств преобладают расходы на питание – 40,6%, покупку непродовольственных товаров – 33,6% и оплату услуг – 23%. Причем, если доля расходов на питание понемногу снижается, то расходы на оплату услуг растут. Например, 6 лет назад, в 2014 году, на питание мы тратили 41,6%, а на услуги всего 20,6%. Это были цифры и факты. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин